Послушайте, дело в том, что мы сейчас пригласим к нам гостю. Очень важные для нас гости. Это самые обсуждаемые исполнители этого года, во-первых. Почти все песни с ее дебютного альбома попали в чарты. Главный американский чарт, Billboard, Hot 100 возглавляет сейчас ее композицию, которая называется Bad Guy. Она первая молодая артистка, кто в этом веке, в 21-м, достиг таких успехов. Билеты продаются за несколько минут. Вот в Санкт-Петербурге, в Москве, там через 10 минут был полный солд-аут, все было продано, пришлось заменять площадки на больше, чтобы вместить все количество желающих, я уверен, что все не вместилось, которые хотят посмотреть. В Америке все продано, в Европе все продано, в общем, все продано. Уважаемые родители, если вы хотите поднять сейчас авторитет в глазах собственных детей, просто громко повторяйте за мной. Кричите на всю квартиру, мать честная, там по телевизору в вечернем органте Билли Алиш! Субтитры создавал DimaTorzok Билли, добрый вечер, спасибо, что вы к нам приехали. Я знаю, вам не нужно было приезжать, у вас все уже продано, но спасибо, что вы для меня, не для всех поклонников, а для всех наших зрителей согласились прийти. Это очень важно для всех нас и для всей нашей страны. Я так рада быть здесь. Спасибо, ребята, что позвали. Мы... Помогите мне, мне нужно сейчас сделать так, чтобы у нас было хорошее интервью. Я объясню, почему. Мои дети не пустят меня домой, если я сделаю что-то не так. Все... Все... И проблема в том, что дети у меня совершенно разного возраста. 11 лет, 19 лет, и жена, она чуть старше. И все они слушают ваши песни. И я слушаю ваши песни. Как такое может быть? You tell me. Это вы мне скажите. Насколько я понимаю, месяц назад произошло важное событие в жизни Билли Алиш. Билли получила водительские права. Хорош. Есть. Да. Ну, давайте начнем вот с чего. Какую музыку вы слушаете сейчас, когда едете на машине за рулем, собственно, в автомобиле? Я себя слушаю. Пока еду. Я пытаюсь вспомнить. Да, наверное, я себя в основном. Ну, мне же нравится моя музыка. Вот. Да. Ну, вы же... Вот, кстати, вопрос. По поводу, опять же, родителей и вашей музыки. Вы писали музыку... Весь альбом... Сейчас, кстати, альбом-то, альбом. Я должен показать альбом. Я не знаю, но есть ли у вас его еще нет. Вот альбом. Красивый, большой. Красивый. Вы писали этот альбом... Спасибо. Сейчас, когда студии, когда за вами все охотятся, когда все хотели, конечно, тут же предложить им гигантские контракты и прочее, прочее, вы писали альбом дома? Да, дома. В комнате моего брата. Сидя на его кровати. У нас даже не было кабинки для записи. Давайте так. Чтобы была акустика. Для тех людей, которые хотят записать тоже альбом в своей спальне. Где лучше все акустика и как обкладывать себя правильно и чем? Вот что скажу. Людям действительно кажется, что нужно идти в студию. Конечно, если вам хочется идти в студию, идите записывайте в студию. Но я просто не хотела. Я хотела место, в котором мне было бы комфортно. Мне кажется, вот так нужно поступать. Поэтому для меня, как мы начинали... Мой брат продюсер всех моих песен. Мы начинали вместе с песней Ocean Ice. Это была первая песня, которая вообще получила внимание. И мы действительно начинали в комнате моего брата. Она очень маленькая, крошечная. И там никаких не буферов, ничего нет для улучшения звука. Вообще об акустике речи не идет. Родители в стену не стучали, не говорили. Дети, потише им нельзя. Ну, как-то наоборот, скорее. Мы наоборот пытаемся их обычно попросить потише. Мама, потише, я записываю суперхит. А как... Слушайте, ну, секунду. Но все-таки вы же живете до сих пор с мамой и с папой. А может мама вам прийти и сказать, Билли, ну... Иди убери свою комнату. А вы говорите, мам, извини, я записываю суперхит. У меня тур по всему миру. На самом деле так и есть. Мне нравится убираться. Каждый день убираюсь в своей комнате. Сама себе говорю, нужно перебирать в комнате. Так. Я хочу как-то вам соответствовать. Но проблема в том, что если я так сяду, у меня заболит поясница просто и суставы. Ну, давайте я попробую вот так. Сейчас я... Я боюсь, что сейчас моя жизнь может измениться очень сильно. Так. Очень круто. Значит, Билли, давайте поговорим вот о чем. Вы знаете, как называют себя ваши поклонники в нашей стране? И как они называют вас? Вот это удивительно. Вы не знаете, потому что это правда широко воспринято. Но они называют вас и себя Беляш. Беляш. Это сокращенно. Билли и Эйлиш. Они сокращают, получается, Беляш. А Беляш, это такое известное блюдо. Сейчас, секунду, я вам... Беляш. Кое-что хочу подарить. Билли, у нас сейчас будет реклама, я хочу подарить вам очень полезную вещь. Потому что, во-первых, вы не говорите по-русски, не читайте, во-вторых, не едите мясо. Это инструкция, как делать Беляши. Пока мы посмотрим рекламу, я подарю тебе Беляши. Еще для вас. Далее в программе главная музыкальная мировая сенсация этого года Билли и Эйлиш. Что там у нас? А, мы вернулись к вам уже? Я уже в эфире? Да, Билли. У нас Билли Алиш в гостях. Мы... Ну, мы делаем то, что делают обычно люди нашего возраста. Сидим на столах. Мы как будто бы сидим в комнате у вас. Билли, я хочу сделать одну вещь. Пройти с вами один тест. Мы сейчас все его проходили, все команды готовились к вашему визиту. Мне очень интересно ваши результаты. Тест называется «Сколько процентов Билли Алиш в тебе?» Давайте попробуем. Так, первый вопрос. Ваше любимое ТВ-шоу. 13 причин, почему? Очень странные дела. Офис. «Американская история ужасов». «Бруклин 99». И «Ходячий мертвец». Офис. Отлично, дальше. С кем из знаменитостей вы бы хотели познакомиться? С кем еще, может быть, не знакомы? Джастин Бибер. Тайлер, 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 Ланна Делрей, Ариана Гранде, Калет, Карди Би. Я встретила уже всех, кроме одного. Кого вы не встретили? Кого еще я хочу встретить среди тех, кого я уже встретила? Ну, еще раз. Вдруг вы забудете. Я думаю, для этого это будет Бибер. Но из этого списка, наверное, Бибер. Если отвечать просто на вопрос. Да, окей. Пожалуй, Бибер. Как бы ваши друзья вас описали? Смешная, заботливая, смелая, любящая, уникальная или верная? Aren't those all good? Разве все эти ответы нехороши? Ну, чтобы... Ну, я не могу все. Нужно выбрать какой-то один. Чтобы понять, насколько... Сколько процентов Билли Алиш вас били? О-о-о! Воу! Керинг, sure. Ну, да-да-да, конечно, конечно, заботливая. Поехали. Куда вы поехали в отпуск? Токио, Лондон, Лос-Анджелес, Сидней, Пекин или Гонолулу? Странно, что нет Москвы, я хотел бы обратить. Это да. Гонолулу? Гонолулу? Давайте. Вы кошатница или собачница? Дог. Так. Собачница. И какой у вас стайл? Все свободное, дизайнерская одежда, цветная или модная? Что вы выбираете? Из этих вариантов, наверное, любой подойдет. Выбираю. И, наконец, чем любите заниматься? Хороший вопрос. Есть спать, ходить по магазинам или проводить время со своей семьей? Ого. Наверное, есть. Где-то вдалеке засмеялась мама. СТО ПРОЦЕНТОВ БИЛИ АЛЕШ. Огонь. Так мило. Так, Билли, теперь давайте конкретно подойдем к очень важной вещи. Конкретно к песне Бэд Гай. Я не могу без этой песни, без обсуждения этой песни с вами здесь попрощаться. Это очень важный момент. Дело в том, что в этой песне у вас есть русское слово. Эта песня очень популярная в России. Вы там говорите слово «Да». по-русски оно означает «Да». Ооо. Ооо. Вы совершенно другое вкладывали, да, туда? Мы провели сложнейший анализ и подготовили для вас русскую версию песни «Бэд Гай». Что мы для этого сделали? Мы взяли все английские слова и убрали. А русские слова оставили. И мы сейчас попросим вас исполнить эту песню в русской версии. Можем ли мы это попробовать сделать? Можем ли мы это? Да, давайте. Да, давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Ооо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Duh Друзья, это молодцы и реалии! Спасибо огромное! Добавил субтитры DimaTorzok